Ну что, самураи, сожжем этот город. Здравствуйте, друзья. Сегодня на распаковке три фигурки из игры Cyberpunk 2077. Прошу обратить внимание на величину этих фигурок. Они просто огромные. Они почти по локоть мне. Высота этих фигурок 25, 30 и 25 сантиметров. Две фигурки выпущены компанией Dark Horse и одна из них выпущена компанией McFarlane. Фигурки статичные, неподвижные. Сегодня мы их распакуем и определимся, стоят ли они своих денег и стоят ли они покупки и нашего внимания. Начнем с фигурки главного героя V. Коробка достаточно большая. Тут сразу надпись. Такая вот Мале Ви. То есть Ви мужчина. На обратной стороне арты отдельных элементов фигурки. Ключные надписи. И вот такой вот классный логотип. На прозрачной пластике. Звучим ее из Блистера. Фигурка V. Мужчины. Но в редакторе персонажа в начале игры вы можете легко избавить героя от его достоинства и наградить его другим. Фигурка, как я повторюсь, выставляет из себя татуэтку неподвижную. Мы видим здесь героя V. Такой вот кожаной курточки. Воротник даже шевелится. Можно потрогать. Также вот здесь у него, в правой руке, у него здесь клинок богомола. Прям так очень хорошо, качественный момент выкида. Зазубренными выкид. Также тут, в руке у него есть пистолет угасания ночи. Но это не точно. Если сделать вот так, будет точка. Так фигурка выглядит вблизи. Лицо на четверочку. Очень невыразительные глаза. Сзади у него логотип группы Самурай. Вот таких вот штанах он. Кедах. Также виднеется логотип группы Самурай. И Киберпамп 2077. Ну что ж, теперь распакуем дейк-апагониста игры Джонни Силверхэнда. Коробка аналогична фигурке V. Такая же прозрачная с двух сторон. И сверху логотип прозрачный. Киберпамп 2077. Также на одной из сторон вот такой вот переливающийся логотип. И сама фигурка Джонни. С элементами гитары и кутки. Эта фигурка выглядит на мой взгляд более интересной. Значит, фигурка Джонни Силверхэнда. Джонни Силверхэнд это рокер бой, бунтарь, с полосатыми подмышками. Так вот. У него представляет из себя вот такую фигурку. Поза аналогична фигурке V. В руке его пистолет Malorian Arms 3516. Это личный пистолет Джонни. Его татуировки. Напомню, он играл в группе Самурай. Также вот здесь у него перстни. На задней части его куртки расположена эмблема группы Самурай. Такие вот модные очки красные. Немножко шрамов на лице. Жетоны, указывающие на то, что он когда-то воевал. И собственно, почему его называют Сильверхэнд. это протез руки левой и его гитара. Выполнена она, конечно, очень круто. Очень стильная с наклеечками. Кимоднялые коричневые штаны. Не спрашивайте, почему они коричневые. И также логотип группы Самурай. Киберпанк. Вместе фигурки смотрятся достаточно эффектно. Но у нас есть еще одна фигурка. Фигурка от Макфарлин Тойз. Также фигурка Джонни Сильверхэнда. Где он запечатлен в момент игры на гитаре. Вот такой логотип на коробке рисуйте. Логотип игры. Вот такие арты на сторонах коробки. И небольшая информация. Откроем коробку. В коробке помимо самой фигурки имеется вот такой вот задник. и подставка. Очень заботливо по стороне Макфарлин. тоже весьма эффектная фигурка брутального Джонни Сильверхэнда. с его гитарой жетонами, очками, рукой. И такой вот фигуркой. Фигурка больше предыдущих фигурок на 5 сантиметров. И достаточно так массивно смотрится более драйвовая фигура. Даже видны зубы Джонни зубами у него. Судя по физиономии все в порядке. Жетон также развивается здесь. Можно поставить ее на подставку. Без мидиула она в принципе устойчива фигурка. Без подставки. две дырки есть. То есть можно поставить на любую изнов фигурка. Джонни Сибир Канго. Вот здесь показана модель Джонни Сибир Канго. Вот такая вот фигурка. Джонни сам себя выше. Можно видеть. В итоге все фигурки выглядят. Вот так. Единую композицию они не представляют, но выглядит достаточно круто. Банда самурая. Груку Джонни можно также поставить вот такой вот задник. Более стилизованный под его группу самурай. Образ Джонни Сибир Хэнда воплотил Киану Рис, который дал внешность персонажу и голос. герой герой можно поставить в разные позы. Это одна из моих любимых. Больше напоминает эпизод из криминального чтива с Линсентом и Джулсом в самом начале фильма. Касательно приобретения данных фигурок крайне рекомендую их приобретению. Выглядят они достаточно эффектно, стильно и брутально и займут достойное место в вашей коллекции. На момент записи видео данные фигурки можно купить в интернет магазинах доступные для приобретения. Стоимость порядка от 4,5 и до 6 тысяч рублей. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересных распаковок. До скорых встреч! Субтитры Субтитры